То есть невозможно трамвай, они вообще и пятерки нет. По часу ждете каждый день или? По часу, да, каждый день вот так вот. Я на 40 минут опоздала, из этого я сейчас уволилась просто с работы. Надоело, невыносимо. Самые смелые рвутся в вагон, двери еле закрываются. И такая картина несколько недель. Выбора нет. Следующий трамвай по расписанию минут через 40. Пассажиры пятерочки действительно стойкие люди, как уже писали об этом в интернете. Вот я лично не рискнула зайти в переполненный трамвай. Невыносимо, невыносимо. Было два маршрута, убрали. Двенадцатый был. То есть, ну, невыносимо, очень тяжело. По пробкам я уже опоздала. Почему транспорт приходится штурмовать в горы электротранс и тянутся ответом, а вот общественники подтверждают, что ситуация с трамваями, в частности с пятым маршрутом, критическая. Всему виной снегопады. Благо попадают в систему управления. Вагоны выходят из строя. Сейчас на маршруте лишь 12 пятерок, а должно быть 23. У нас не хватает снегочистительной техники. Из-за этого и пошли проблемы. Также нуждается в обновлении парк подвижного состава трамваев. То есть, эта проблема не решится ни сейчас, ни через день, ни через два. У нас обещают снегопады в городе, поэтому ситуация, возможно, только ухудшится. Кстати, пятерочка – единственный трамвай, который едет по челюсткинцев. Общественники предлагали на период снегопада впустить дополнительный состав «восьмерку». В гор-электротрансе отказали. Не видят смысла. В городе не хватает трамваев на всех маршрутов. 30% вагонов из-за непогоды в ремонте. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.